Теперь зайти во двор дома номер 102 по проспекту Ленина, по крайней мере, не страшно. После визита нашей съемочной группы здесь тщательно выкосили траву. Вывезли весь крупногабаритный мусор с придомовой территории. Городская мэрия инициировала проведение проверки в рамках муниципального жилищного контроля. Жители дома глазам своим не поверили. На многолетние проблемы, наконец, обратили внимание. Самое главное, детскую площадку хопер мели. Хопер мели, там что-то постучали молоточком, какой-то досочкой поставили. Так, теперь крыс убрали, помойку убрали, хотя это не их, не электриков было, а до управления. А убирали вчера электрики, которые не касаются к этому. Тоже вчера объезжались. Это, говорит, не наша, а заставили нас убирать. Тут убрали, вот тут помойку убрали машину вчера, две, наверное, или три машины. Все-таки после вас пошло дело. Начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Растатуров лично выехал на место, чтобы выслушать представителей различных подразделений мэрии, регионального оператора по вывозу ТКО и управляющей компании. Все отчитались в рамках своей компетенции. Каждое подразделение определило свою область работы. По итогам сегодняшнего выезда будет составлен протокол, уже протокол совещания, будем так говорить, выездного. И по результатам будут предприняты конкретные меры. Уже сейчас достигнута договоренность с управляющей компанией, что ей определены инициаторы общего собрания. Наиболее важные, характерные работы, те, которые должны быть профинансированы, будут вынесены на общее собрание. Это снос деревьев, кронирование. Без общего собрания собственников решить проблему с обрезкой, тем более сносом ветких деревьев, не получится. Хотя этот вопрос, как и ряд других, для жителей актуален по-прежнему. Сучок с дерева на детской площадке до сих пор не убран. Ну, немножко, чуть-чуть подмели. Опять же, весь мусор сгребли в куче. Ветер подует, все это развалится. Опять все будет валяться по всему двору. Полностью проверка завершится через 20 дней. Представители мэрии уверены, что порядок управляющей компанией наконец наведет. Но чтобы поддерживать его было проще, жильцам предложили поучаствовать в субботнике. Взять в руки грабли и метлы, кисточки и краску. Может, при таком подходе чистота в этом дворе продержится дольше.